Продолжение следует... Мы выращиваем такие культуры, как озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, лен. Подсолнечника где-то около 8 тысяч гектаров. Подсолнечником мы занимаемся довольно-таки долго уже, с основания, наверное, организации. И технологии у нас как бы классические, уже выработанные годами. Ну, у нас так глубокая вспашка происходит, это с осени выравнивание, если мы успеваем. Ну, по весне барнование, культивация и сев у нас так. Выращиваем мы клярфилдовские гибриды, экспресс по методу и классические. Ну, классических у нас не так много, потому что сейчас мы уже отходим от классики. Сеем подсолнечник мы с сейлками Гаспарда. Также у нас еще есть сейлки Ритм. В нашем арсенале есть трактора производства российского, то есть К742, Р2, Р3, Р4. Ну, и также есть и Кейсы, Джон Дир и Нью-Холланды. В нашей зоне невозможно вырастить подсолнечник без десекации. Десекацию мы проводим почти на 80% всех площадей подсолнечника, чтобы в ранние сроки выйти на уборочный подсолнечник. Потому что иногда у нас подсолнечник даже может уйти в зиму. Подходим к краю поля, берем влажность на поле, корзинки и смотрим влажность. Если 30-25, то уже пора заказывать как бы самолет. Но не всегда он может и прилететь к нам быстро. Это может пройти время от 10 до двух недель. Сотрудники Сингенты привезли некоторые рекомендации. Он состоял из трех блоков. Это гибриды, которые уже подходили для авиаобработки. Гибриды, которые могли подождать неделю. И гибриды, которые еще рано о них вообще было думать. В этих рекомендациях было наглядно написано номер поля, где это отделение находится поле, название гибрида и сроки сева. Самое главное, сроки сева. Ну, посмотрев на рекомендации, как бы сразу и не поверил. Ну и так как они были на три блока разбиты, мы поехали по каждому блоку проверять и смотреть влажность. Первый блок, он был состоял, у нас как бы он уже должен был подходить для авиаобработок. Мы замеряем на этом блоке влажность, и у нас получается она где-то 25% влажность. Это сильно меня как бы удивило, потому что не сталкивался. Тогда поехали на второй блок, который более был для применения авиаобработок. На том блоке было где-то 30-35% влажности. Ну, так уж как третий блок был, ран еще был для авиаобработок, мы даже на него, можно сказать, и не поехали. Просто визуально посмотрели, и реально там зеленое еще было, как бы не сформировавшиеся еще семена. Ну, убедившись, что программа реально работает, и на основании всех этих данных мы заказали самолет в 10-дневный срок, и он к нам прилетел, сделал обработки. Ну, благодаря этой программе в срок мы все сделали обработки. Убирали мы уже с влажностью 14, ну, чуть больше, чуть меньше 14%. На круг урожайность у нас получилось 22 сантиметров с гектара. На самом деле программа Кроп Вайс очень интересная и полезная. Если сотрудники будут приезжать и подсказывать, обучать, то в дальнейшем будем работать с этой программой. И у нас есть специальный диспетчер спутникового мониторинга, который как бы ежедневно отслеживает все технологические операции, которые у нас в хозяйстве ведутся. И разносит их сразу на каждое поле, и поэтому агроном в любом месте, имея телефон, компьютер, он может посмотреть, что, где и в каком поле какая технологическая операция была сделана. Эта программа, я так думаю, очень получит дальнейшее развитие в нашем хозяйстве. А у нас все агрономы молодые, они все хотят не с Женей уже бегать по полю, а они хотят именно с компьютером, с телефоном и с планшетом. Вот, все это для их работы есть, и я так думаю, что у нас все получится.